напишите нам в комментариях сколько верных ответов вам удалось дать итак поехали что это за предмет из советской эпохи а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео на фото формы для льда к холодильнику зил появились они в жизни советского человека только в 60-е годы в комплекте шло всегда две штуки в первых моделях холодильников лотки были выполнены из алюминия что значительно упрощало использование этих приборов с 70-х годов их стали делать из пластмассы откуда берется такая черная полоса между железнодорожными рельсами на самом деле все в том что с так называемых вагонов цистерн для перевозки мазута гудрона битума и прочих нефтепродуктов капает их содержимое когда такой состав идет по железной дороге то все эти потеки стремятся попасть на нижнюю часть цистерны после чего стекают прямо в центр железнодорожных путей формируя тот самый черный след ровно между рельсами как назывался этот аттракцион это аттракцион сюрприз в виде вращающийся под углом на большой скорости центрифуги где люди по бокам стоя прижимались к специальным спинкам их устанавливали в советских парках с 1974 года пускали туда тех кто старше 14 лет автомобиль какой марки был подарен правительством ссср гагарину после полета в космос после своего полета юрий алексеевич получил в подарок от совета министров ссср черную волгу с номерами 78 78 мод машина сегодня выставлена в стеклянной витрине музея гагарина и является одним из главных экспонатов внутрь понятное дело не попасть но даже через стекло можно увидеть особую голубую отделку интерьера хотя в остальном это была совершенно обычная волга на фото снегокад советского производства о котором мечтала вся ребятня советского союза а как он назывался в начале 80-х годов в ссср начали выпускать снегокад чук и гек он отличался эффектным видом и высокой функциональностью имел велосипедный руль тормозные педали дерматиновое сидение благодаря надежной конструкции выдерживал самую беспощадную эксплуатацию в каком советском городе выпускалась эта швейная машинка самая дешевая и доступная швейная машинка в советском союзе выпускалась на подольском механическом заводе и называлась она подольск ласково в быту ее называли подолочка подолка недорогая не прихотливая надежная простая в обращении она была непременным атрибутом во многих семьях по всей стране как называется этот малогабаритный телевизор выпускаемый механическим заводом в кунцево с 1964 года малогабаритный телевизор юность лтп-23 выпускался опытной партии с ноября 1964 года массовый выпуск был налажен с 1965 года помимо розетки он работал от аккумулятора и принимал сигнал в радиусе до 100 километров от передающей антенны таким образом его можно было подключать в машине и даже в походной палатке с каким названием на рижском предприятии была выпущена первая в ссср посудомоечная машина с травами советское предприятие по выпуску электроботовой техники игрушек в том числе автоматических и роботизированных на территории латвийской сср в риге с 1967 года завод производил первые в ссср настольные компактные посудомоечные машины в такую машину помещалось 12 тарелок 4 стакана 4 комплекта ножей вилок и ложек завод освоил и напольную модель посудомойки в каком году с конвейера сошла первая копейка первые шесть автомобилей вас 2101 жигули вышли за ворота главного сборочного цеха завода 19 апреля 1970 года прототипом модели один стал фиат 124 вышедший на рынок в 1966 и в том же году названный автомобилем года в советском союзе тогда тщательно выбирали партнера и был выбран фиат а вас должен был обеспечить советских трудящихся лучшим в мире автомобилем что это за советское устройство на фото рядом с девочкой питьевой фонтанчик представлял собой небольшое сооружение предназначенное для утоления жажды в общественных местах обычно их устанавливали в парках возле кинотеатров в скверах и других местах отдыха было очень удобно и гигиенично в любое время можно было попить чистой и свежей питьевой воды как называлась первая в мире пилотируемая орбитальная станция выведенная советским союзом на орбиту в 1971 году а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео орбитальная космическая станция салют это первая в мире пилотируемая орбитальная станция станция была отправлена с завода-изготовителя на космодром байконур в феврале 1971 года выведена на орбиту ракетой носителем протон 19 апреля 1971 года в какой республике ссср производили кассетные магнитофоны весна весна это торговая марка транзисторных носимых магнитофонов производившихся в ссср с 1963 года до начала 1990-х годов в киеве и запорожье катушечная весна 1963 года стала первым в ссср батарейным магнитофоном выпущенным в широкую продажу кассетные магнитофоны весна были одной из самых популярных в стране марок что было в такой железной коробочке в такой баночке был зубной порошок в 60-70-х годах зубной порошок пользовался огромным спросом было несколько видов основные из которых особый по 6 копеек детский по 4 копейки мятный по 5 копеек и с добрым утром по 13 копеек порошки продавались как в картонных так и в металлических коробках от чего шло различие в цене что за прибор изображен на фото на фото ионизатор воздуха бытовой рязань 101 который выпускали в союзе 70-х годов прибор предназначен для искусственного создания в жилом помещении концентрации отрицательных аэроионов характерный для микроклимата лучших горных и лесных районов способствуя при систематическом использовании более полному отдыху и оздоровлению человека родом из какого города советские самосвалы краз решение о создании кременчугского автозавода специализирующегося на выпуске тяжелых грузовиков было принято в 1958 году сюда перенесли производство машин с ярославского автомобильного завода первые автомобили были выпущены из привозных комплектующих в 1959 году значительная часть продукции краза предназначалась для советской армии какой автомобиль в народе называли сараем в 1972 году началось производство автомобилей газ 2402 ключевой особенностью которого был длинный задний навес с дополнительными окнами за счет него существенно увеличивались как внутренние так и внешние габариты он был очень вместительным за большие размеры эту волгу прозвали сараем тем не менее надежный и неприхотливый автомобиль очень полюбился людям данная модель выпускалась на протяжении 15 лет что это за предмет из советского союза советские хозяйки на своих кухнях обязательно имели ручной миксер если к нему приноровиться можно было достаточно быстро взбивать яйца чтобы порадовать семью домашней выпечкой конечно такой миксер уже давно заменили современные электрические миксеры и блендеры с ними процесс взбивания получается намного быстрее что это за советское деревянное устройство в деревнях всегда любили делать свое свежее сливочное масло для этого получены из молока на сепараторе сливки взбивали на ручной домашней маслобойки после 30 40 минут вращения ручки происходило маленькое чудо из однородной массы получалось стопроцентное ярко-желтое масло и полупрозрачная пахта пахта обычно шла теленку а масло формировалось в шар заворачивалась в бумагу и ставилась в холодильник как называлась эта тушь для бровей и ресниц классика советского макияжа ленинградская тушь для бровей и ресниц чтобы накраситься на нее нужно было капнуть немного воды но советские модницы предпочитали просто поплевать в коробочку а теперь традиционный бонусный вопрос без ответа как назывался этот советский аттракцион показанный в данном коротком ролике макияжа ленинградская тушь для бровей и ресницей напишите в комментариях ваш вариант ответа как назывался этот советский аттракцион надеемся что вам понравилось мы порадуем вас еще массой увлекательных тестов на различную тематику подпишитесь на наш канал и вас каждый день здесь будет ждать новый занимательный тест